Здравствуйте еще раз, Ариэль. Да, добрый день еще раз. Мы продолжаем вот эту основную тему интервью Путина и тех процессов, которые это запустил. Да, известно, что за пару дней до интервью с Карлсоном Путина посетили ходоки. Ходоки Хаббада. О чем они, ходоки, просили или говорили? Что это за такая... Это как Ленин и ходоки, помните, да, картина Маслов, написанная там сто лет назад, а теперь это Путин и Хаббад. Ходоки тоже. Напишут ли картину Маслов потом наши потомки? Будем надеяться, что это событие какое-то важное. С чем это было связано событие? Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле это имеет большое значение. Вот это событие прихода Путину глав Хаббада, а именно Берлазара и Бороды. Да, вот такой есть главный раввин еврейских общин и главный раввин Хаббада. Они буквально два дня назад, накануне вот этого большого интервью Путина, они пришли в Кремль и о чем-то с ним долго говорили. Итак, о чем же они с ним вели беседы? Значит, как мы и говорили, если вы помните, несколько недель назад я говорил, что это не обычный год. Это год високосный. И не только по христианскому календарю, но и по еврейскому календарю. И они к нему приходили как раз в Рош-Кодыш. А это глава месяца. Это начало вот этого месяца, двойного месяца Адар в этом году. И это не просто так. Они приходили к нему вечером в Рош-Кодыш, Кремль. Во-первых, надо понимать, что задача Хаббада, глобальная задача, а Хаббад имеет на сегодняшний день, я даже специально проверил, 196 своих посольств. Не каждая страна, далеко не каждая страна имеет 196 своих посольств по всему миру. Да, это как бы, это факт. 196. У государства Израиля, по-моему, 146 посольств. То есть у Хаббада сеть, его загранпредставительство, это именно загранпредставительство, где сидит главный раввин, где большое помещение, как правило, в несколько этажей, при нем большая синагога, обычно гостиница, обычно кафе, магазин. То есть это целый комплекс, это сопоставимый с комплексом, ну такой среднеевропейской страны, которая держит там посольство в каких-то своих странах. И главная задача Хаббада по всему миру, это, как известно, приход Машиаха. Их Машиаха, это, по сути, антихрист. Поэтому они сейчас начали активно встречаться с главами различных государств для подготовки ими принятия власти антихриста на земле. То есть это прям целая, целая гигантская работа, которая сейчас проводится. Стартом этой работы послужило начало большой войны в Израиле. Мы знаем, что Израиль является мировыми часами, то есть это мировые часы, и вот эти часы пробили полночь. И вот в наступлении этой полночи должен выйти антихрист, и определенные лидеры государств, главы и лидеры государств должны передать ему добровольно, это очень важный момент, они должны добровольно передать ему верховную власть. Даже при том, что они остаются президентами своей страны, там премьер-министрами и министрами, но вот это верховенство власти как старшему коэн, да, вот мы знаем, что есть коанин, священники в храм, и есть первосвященник. Так вот антихрист, он станет первосвященником, он не станет лидером какой-нибудь там Бельгии, или даже России, или даже Соединенных Штатов. Нет, он сразу станет глобальным лидером, то есть мирового правительства, мировой системы управления. У него нет задачи стать каким-то отдельным премьер-министром, иначе он становится в ряд всех остальных премьер-министров и президентов. Да, это уже само по себе, ну, как бы, какая же верховная власть. То есть он должен быть на ступеньку выше. Точно так же он должен быть, стать на ступеньку выше монарха, потому что, опять-таки, если он будет одним монархом из монархов, то как бы это тоже не показывает абсолютно власть. И так же он должен стать над религией. То есть это личность, которая займет вот такой абсолютно уникальный пост. Теперь тут надо понимать, вот этого почти никто не знает. Вот я говорил со многими, ну, не со многими, но с несколькими священниками, в том числе и, значит, российской православной церкви, русской, точнее, православной церкви, но и с католиками. Я у них спрашивал, а вот кто такая сущность вот этого антихриста, антихриста, в чем его уникальность, и, значит, как-то будет выражена. Ну, и они, значит, рассказывали, что у него будут уникальные способности, что он будет, значит, общаться там с бесами, с инфермиальными мирами напрямую, да, практически напрямую. Может, сможет, у него будут определенные, значит, надприродные какие-то способности, например, читать мысли, да, телекинес там какой-то в определенной степени и так далее, но они никто не сказал главный. Вот, во всяком случае, то, чего я узнал из эзотерии. На самом деле, антихрист рождается в каждое поколение. В каждом поколении есть человек, и даже не один, который по своим духовным, душевным настроям способен стать антихристом. Вот в каждом поколении есть такие люди. В чем проблема? Что для того, чтобы он мог получить полноту этой власти демонической, инфернальных миров, должно произойти очень мощный выплеск вот этой энергии, вот этого гаваха, для того, чтобы открыть портал и позволить ему занять пьедестал. А для этого должно проявиться очень большое количество крови. И вот когда сионисты Хасиды, тогда еще Хаббат был в самом начале своего зарождения, он фактически, Хаббат был основан и сформирован с целью воцарения антихристов. Другой цели там нет. Они это официально называют приходом Машиаха, спасителя, мессии. Машиах переводится как мессия, спаситель. Но по сути они являются главным кирпичиком под троном антихристов. И они это обозначили как цель. И вот для того, чтобы они понимают, что для того, чтобы этот человек получил всю полноту земной власти от дьявола. Потому что дьявол тогда, если вы помните, уговаривал Иисуса в пустыне, откажись от своего Бога и я тебе дам всю власть. Всю власть на земле я тебе дам. Потому что все князья и все деньги и вся власть, она у князя мира сего. Сатана, дьявол, он считается князем мира. То есть он владеет всеми материальными ценностями. По сути, он конечный бенефициал. Ариэль, может быть, откажись от своей души, потому что от Бога я бы как бы не стала цепляться здесь за Бога, а именно душа. Самое важное у человека душа, а Бог у каждого свой. О, это вот я к этому плавно подхожу, на самом деле, вот я сейчас расскажу про душу и что делает Хаббал. И сейчас у вас картинка, она станет целью. Вот помните, мы постоянно с вами говорили, что Путин это костюмчик, и многие лидеры это просто костюмчики, это люди, которые либо вообще ничего не решают, да, вот просто назначают, ты тут посиди, ты красиво говори, мы тебе тексты все напишем, будешь там ездить на выступлениях, вон там где угодно выступать, но все решения мы будем за тебя принимать. Так, кстати, действует большинство сегодня правителей во всей Западной Европе в усточках, да, в большинстве стран. Да и даже американский президент во многом он работает, не он работает, а его команда. Это, кстати, отсылка к тому, почему у Трампа тогда не получилось, потому что у него не было сформированной команды. Окей, но мы это сейчас оставляем. Мы возвращаемся к тому, чем занимается Хаббат. Так вот, Хаббат во всех странах, он старается доползти до лидеров этих стран. А для чего? И вот это самый главный вопрос. Им нужна изменить энергию вибрации того, значит, территории через лидеров этих территорий. А как они это делают? Они, когда устанавливают контакт с лидерами, они им заменяют, подменяют душу. Вот что главное. То есть Путин, это другой Путин, не потому что это костюмчик, человек-костюмчик или какой-то его двойник. Это потому что это не принципиально, как мы понимаем. Принципиально то, что в него, как яйцеклетку, подсадили демоническую душу. Ведь антихристом может стать не каждый человек, а только тот, кто обладает определенной структурой души. Это абсолютно темная душа, в которой практически не осталось божественной искры. Душа без божественной искры не может существовать. То есть не может быть души без божественной искры, потому что вокруг божественной искры формируется в принципе душа. Поэтому у антихриста тоже есть божественная искра, но она настолько маленькая, и на что это похоже? Чем хаббат очень любит заниматься? Бриллианты. Евреи торговали бриллиантами с незапамятных времен, и в России они очень активно работали с бриллиантами. Так вот, у бриллианта, как мы знаем, по-моему, 57 граней. Бриллиант это классическая окранка, круглая бриллианта, это 57 граней. И вот этот шпиц, который обратная сторона бриллианта, нижняя его самая, вот самая такая иголочка, вот откуда начинаются, исходят все вот эти лучики граней. Это очень похоже на душу человека, не просто так, евреи были ювелирами, они гранили души, вот точно так же, как они гранили камни, они умели гранить и души. И вот этот чубчик, вот этот шпиц, на иврите это называется слово шпиц, самый кончик, бриллианта, самая нижняя его часть, площадка это верхняя часть, да, вот это последняя 57-я грань, а самая нижняя это вот это острие, это точно так же построена душа антипистика, вот у него божья искра это вот самый чубчик вот этого бриллианта, а все остальное это уже инфернальная энергия. Так вот задача этих хабадников это подсаживать в лидеров стран и в их ну главные понимают там решения, в основном это лидеры, да, там президенты, премьер-министры, потенциальные министры, которые молодые могут стать будущим, это подменить им душу, чтобы вот эта душа смогла на себя абсорбировать энергии антихриста. В этом и заключается смысл существования всей этой машины хабадников. И это то, что они сделали с Путиным. Поэтому Путин это уже не человек, это человек по форме, но по сути это существо с одной душой, с вот этой страшной душой, которая в своем потенциале может на себя принять энергию антихриста. Вот это очень интересный момент. И таких людей, как я сказал, по миру их сотни. Их на сегодняшний момент их сотни, поэтому каждый из них в своем потенциале может притянуть к себе вот эту монаду, вот эту сакральную часть вот этой инфернальной сущности, которая должна прорываться на наш физический план из нематериального мира. значит, что здесь важно понимать? Для того, чтобы этот процесс произошел, в мире должно произойти нечто, условно назовем это массовое жертвоприношение. И вот тогда выплеск вот этой энергии, убийства массовой, гибели, оно и приведет к открытию порта. И это то, что они пытались сделать, начиная с 33 года прошлого столетия. Именно тогда, с 33 по 37 год, что было? Сталинские расстрелы массово, когда убили 12 миллионов жителей Советского Союза. То есть, все, что погибли от революции до 37 года, затем погибло в один год. Это и была идея вот этого массового жертвоприношения. Но не только. В Германии пришел Гитлер. И в Германии уже тогда начали строить концлагеря с 33 года, до Хрустальная Ночь, и стала вот этим первым пунктом, отправленным к строительству концлагерей в Германии. То есть, мы видим, что кто-то параллельно одновременно в двух крупных империях, в Германской империи, в Советском Союзе, начал приносить массовые жертвоприношения. То есть, это как бы исторический факт, что называется. И сегодня точно такая же ситуация. Кто-то бегает со спичками и подпаливает войны и конфликты в разных странах. Корея, Индия, Пакистан, Ближний Восток, Африка между Эфиопией и Египтом, война в Европе, между Россией, которая может перерасти в войну с Россией, с НАТО. То есть, кто-то бегает со спичками и целенаправленно в одно время запаливает все эти конфликты. И вот эти люди, они встречаются с лидерами глав государств, те, которые потенциально являются доминирующими силами, потому что бесполезно это делать, ну, например, с премьер-министром какой-нибудь, ну, условной, ну, даже Польши, потому что Польша никогда не станет империей. Максимум ее принесут в жертву. Но империя и Польша никогда не станут. Империя может стать Франция в каком-то там раскладе, может быть, Рим, да, в каком-то опять-таки раскладе, ну, и так далее. То есть, есть определенные страны, которые потенциалом своим обладают, есть страны, которые не обладают потенциалом, чтобы стать хотя бы империей в рамках своего, хотел сказать, кантона, своего региона, да, в рамках своего региона. И вот вокруг них крутятся вот эти вот хабани, которые, их задача подсадить этим людям чуждые души, вот эти инфернальные сущности, которые не могут получить тело в обычном раскладе, потому что проведенческие силы блокируют души с определенным отрицательным потенциалом, назовем это как физики, вот есть плюсовой потенциал у каждого электрона во Вселенной есть положительный заряд и отрицательный заряд, да, и нет другого варианта, либо он положительный заряд, либо он отрицательный заряд. Соответственно, то же самое и в душе. Есть души с определенным потенциалом, которые не могут родиться в природном процессе на земле, потому что они очень сильно отягощены, они проваливаются в эти инфернальные миры, они не могут в тело зайти при рождении, при защите ребенка, они не могут зайти в тело, но при помощи определенных духовных манипуляций, которыми владеют каббалисты и хаббатники, это возможно произвести, но с уже взрослым сознательным человеком. То есть, это и есть в какой-то мере, я подчеркиваю, в какой-то мере, это не совсем так, подписание договора с дьяволом. Фактически, оно выражается в том, что ты как бы свою душу подвигаешь и освобождаешь место для прихода вот этого вот существа из инфернальных миров. И вот Путин, он уже на 99% или на 97% замещен вот этой инфернальной душой. То же самое они сейчас сделали, уже сделали с Байденом. Вот Байден, поскольку у него, мы видим, что у него уже когнитивные расстройства, абсолютные, психофизические, такие манипуляции легко проводить с людьми, которые страдают либо шизофренией, какими-то психическими расстройствами, тогда подсадить им демона гораздо проще. А Байден в силу своих уже лет, болеет различными болезнями и вот ему тоже очень легко подсадить вот такое вот существо. Поэтому сейчас складывается ситуация, то же самое, кстати, Натаньяо. Натаньяо развязал вот эту кровавую страшную бойню в Газе, потому что он уже на две трети не является человеком, он является демоном. Натаньяо это типичный демон. Чем дольше человек находится во власти, тем больше эти люди прикладывают усилий к тому, чтобы подсадить и самое главное не дать ему освободиться, потому что ты можешь подвязать, но этот привой, он не всегда срастается и настоящая душа, она же борется, она чувствует чужого и она начинает его исторгать. Иногда это приводит к летальным случаям, то есть человек в рамках вот этой борьбы на духовном уровне он погибает, он умирает, он начинает болеть и просто умирает. Но иногда демоническая сила настолько мощна, если ее постоянно подпитывать через окружение, потому что они проводят определенные молитвы, они проводят определенные ритуалы, они благословляют определенным образом еду и дают этому человеку, да, это может быть обычная еда, но над ней проведены определенные манипуляции вот духовного плана, да, как правило, это благословление, да, вот, на воду тоже самое и так далее. И вот Натаньягу это самый настоящий демон, поэтому он уже не может выпрыгнуть обратно, он не может вдруг стать человеком, потому что он настолько плотно подконтролен и то же самое Путин, он уже не человек и то же самое Зеленский. Вот на что это все похоже? Это очень похоже на крысиного короля. Вот мы видим крысу Зеленского и мы видим крысу Путина, но они хвостами связаны в узел. Это одна и та же существо, просто у них как бы личности разные, но на самом деле их хвосты связаны. И поэтому я вот говорил интересную такую вещь, я доказал одному российскому, мне было говорить имя, но он известный тоже блогер, я говорю, вот ты ничего не понимаешь в политике, он говорит, так, ты ничего не понимаешь, я тебе за минуту докажу, что ты ничего не понимаешь. Он говорит, попробуй. И я говорю, опиши мне в одном слове кто такой Соловьев. И он там говорит, что Соловьев, ну там условно, не важно, как он называется, условно. Я говорю, отлично, а он человек либеральных загадок. я скажу, я ему дальше говорю, я скажу, а кто такой Венедиктов в таком случае? И он запнулся, он говорит, ну, Венедиктов это профессионал. Вот условно у нас есть Соловьев это свод, а Венедиктов это профессионал. Ну, имеется в виду журналист профессионал. Я у него спрашиваю, а Соловьев, по-твоему, он не профессионал как журналист? Он говорит, нет, ну, в какой-то степени он, конечно, профессионал, но прежде всего он свод. Я говорю, а теперь смотри, в чем манипуляция. Соловьев и Венедиктов это две головы одного вот этого красивого короля, которые связаны с хвостом. Это одна и та же сущность. Просто они гавкают с разных сторон. Один слева условно, а другой справа. Но это по сути одни и те же твари. Вот. И в такой дуальности люди теряются очень сильно. и вот это то, что сегодня произошло с Путиным, когда к нему пришли вот эти ходоки, которые фактически его проинвалидировали, в том числе и на вот этой интернете. То есть они что-то просили, о чем-то говорили, или это была только инвальтация? Ну инвальтация это есть убеждение. Задача инвальтации это убедить человека либо что-то сказать, либо что-то сделать. Ну я бы совсем так сказала. Извините, я бы сказала, что все-таки инвальтация, когда еще подсоединяется какая-то сила внутренняя, вот пришли хабадники, да, они обладали большой силой, и вот этой силой, его влияние, они и инвальтировали. Да, я единственная я тут недосказал важный момент, инвальтация это всегда духовная инспирация, потому что обычное убеждение это логийное, когда ты человеку через слово пытаешься донести какую-то идею, какую-то подсадить ему мысль. Да, вы правы, инвальтация это всегда духовно-энергетическое действие, ну я это как бы априори понимаю, но я понимаю, что зрители это априори не понимают, вот, и поэтому они фактически усилили Путина, вот их приход в Кремль, в рожь ходы Шадар, это было целью усилить, придать ему внутренне вот этой черной душе, которую они Путина, ну это неправильно сказать, душа не находится внутри организма, душа находится в высоких мирах, все равно просто между телом и душой есть канал связи, вот, но когда они пришли к Путину, они ему дали вот эту энергетическую инвалидацию для того, чтобы его интервью, его вот эта вся задумка, она была усилена, потому что сами хаббатники, у них же центр в Нью-Йорке, и у них там сотни тысяч последователей, каждый из вот этих хаббатников является маленькой антенкой, они даже про себя так и говорят, вот у нас есть Рэбби, а мы знаем, что Рэбби-то уже умер, а соответственно, кто их Рэбби на самом деле, это антихрист, это дьявол, они являются маленькими вот такими репитерами, знаете, есть такие большие сотовые антенны, да, вот крупные, она стоит там и бьет на 8 километров, на 10 километров, дает связь, а есть маленькие репитеры, которые натыканы и стоят между домами, их тысячи, это вот точно так же работает, и вот они вся вот этого кодла хаббата по всему миру, не только в Нью-Йорке, не только в США, но и по всему миру, они превратились в этот момент ретрансляторы воли Путина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok